Всем привет! Сегодняшнее видео посвящено одному очень интересному инструменту. Вот так выглядит этот инструмент. Он мне почему-то очень понравился, наверное, потому что он сделан в стиле баса Джака Пасториуса. У него была такая интересная техника, он играл на безладовом басу и причем сам вытащил лады из своей гитары. И тем самым получил такой интересный звук, который вот сейчас мы все ассоциируем с такими группами, как Weather Report и другими проектами, в которых участвовал Джака. Но что же такого классного нашел Джака в этой вот деревянной, деревянном шкафу, вот в этом небольшом? Все очень просто. Секрет вот в этих двух звукоснимателях. Начну с небольшой истории, предыстории. В 1950 году Fender выпускает свой первый бас, первый электробас-гитару Fender Precision. У него был тогда один звукосниматель, один сингл посередине. Потом в будущих модификациях Precision у него уже появился знакомый нам Precision звукосниматель, который подавляет наводки и не фонит. У всех гитаристов, всех музыкантов Fender Precision ассоциируется с таким рычащим, с таким мощным звуком, незастным. А в 1960 году Fender, Leo Fender, решил выпустить новый бас в свет. Этот бас должен был давать более яркую и более широкую гамму звуков, а также должен был выглядеть чуть-чуть более интересно. И вот они придумали и сделали такой, точнее он, Leo Fender, придумал, сделал такой вот бас, назвал его джаз бас, потому что здесь очень много разных вариаций звука доступно басисту. Благодаря тому, что здесь есть два сингла, вы можете как использовать каждый из них по отдельности, так и вместе. Если вы будете использовать только нековый датчик, у вас будет звук больше приближенный к Precision. Такой низастый, очень упругий. Если вы включите два звукоснимателя одновременно, то у вас будет сбалансированный звук. Будет чуть меньше баса, но больше яркости и такой как бы звонкости. А если вы оставите только бриджевый датчик, то вы вообще попадете совсем в другую историю. Он очень четко пробивается сквозь микс, очень хорошо слышен. Конкретно этот бас японский, он 1993 года и в принципе находится в еще более-менее хорошем состоянии. Бридж здесь стоит родной, датчики тоже родные. Предыдущий владелец снял с этого баса пикгард, и вот видно, что он хотел его сделать как раз приближенным к тому джазу, который был у Джака. Но до конца сделать это, как видите, не получилось, потому что в 1993 году в Японии джаз-басы покрывали не нитролаком, а вот этим вот обычным полилаком, который не равномерно стесывается с гитары, а откалывается в виде вот таких вот небольших кусочков. А что было, когда я приехал в музыкальный магазин, смотрите дальше. Здрасте. Так, это у нас Pibones Roadster 2, типа от P-Bass. Так, а можно еще раз джаз возьму, да? Я вообще гитарист, мне как бы бас нужен так, чисто вот записаться иногда, поиграть, так, ну... Да, у него такой, на самом деле, сбалансированный звук получается. То есть он не низастый, не верхастый. Так как я не басист, я не могу сравнить его с другими бас-гитарами, потому что у меня просто их нет. Но зато я могу сравнить его с виртуальным инструментом, да, который эмулирует бас-гитары. И это вот очень интересно. Конечно, можно всегда запрограммировать, сделать хороший звук, качественное звучание, но у вас не будет перформанса. Сейчас мы переместились в мою небольшую студию домашнюю, и я поиграю на этой гитаре партии своих песен, чтобы сравнить их с электронным басом, который в них был записан и в итоге остался в миксе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Джаз-бас, он вообще славится своим слэпом, и послушайте Маркуса Миллера, и офигеете это, как он играет. Вот, может, вам тоже захочется взять себе джаз-бас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Кстати, совсем забыру сказать, что эта гитара офигенно дружит с различными гитарными примочками. У меня как раз есть несколько таких, и я сейчас попробую в них потыкаться и послушать, что будет. Первая это Jam Pedals Tube Dreamer, вторая это Kiri D&M Drive, и третья это Kathleen Brad Talisman. Это у нас плейд-реваберация. Вот, начнём с Jam Pedals Tube Dreamer. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Особенно круто она, конечно, звучит с бриджом, дать чё. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь послушаем скили динам-драйв. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Никогда не устану играть гармоники на этом басу. А ещё здесь всегда вылетает первая и вторая струна. Но это так. Мелочь. КОНЕЦ 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 Играет музыка Нескольких своих любимых басистов Это в первую очередь, конечно, Маркус Миллер Его альбомы Афродизия 2015 года Его альбом The Sun Don't Lie Очень-очень крутой альбом То ли 76-го Этот альбом, он настолько Глубокий, он настолько Яркий и Интересный, что я рекомендую его слушать Вообще всем, не только тем, кто Любит и играет на бас-гитаре Еще один бас-гитарист, кстати, который играл Тоже на джаз-басе Это Джон Пол Джонс из группы Led Zeppelin И, конечно же, расскажу про Джака Пасториус Это такой гений, который Умер в бедности Джака был просто феноменальным Басистом и перевернул Своей игрой на безладовом Джаз-басе, наверное, весь мир музыки Настолько свободно играть Джазовые стандарты и настолько Свободно их интерпретировать Не мог больше никто И еще это все делают на бас-гитаре Обязательно послушайте его Альбом и Его, естественно, работа в группе Weather Report Всем очень советую Очень жаль, что судьба у него довольно трагичная Умер он алкоголиком Его избили при попытке Зайти в бар Он пытался несколько раз Зайти в ночной клуб И охранник на входе Просто спутал его с каким-то Пьянчугой С бомжом В итоге побил его До смерти Побил его так, что в больнице Не смогли откачать И он умер Скончался Но несмотря на это Он был гениальным басистом И навсегда останется В недрах Нашей джаз-музыки Любимой Вот я вроде бы рассказал все, что хотел Про эту бас-гитару Не забывайте писать в комментариях Какие-то свои мысли На каком басу играете вы И почему вы предпочитаете именно его Будет интересно пообщаться А также не забывайте смотреть мои другие видео У меня есть много обзоров И как на инструменты Так и на примочки На плагины А также я выставляю свою музыку У себя на канале В общем Не теряйтесь Заходите в видео Приглашаю вас к просмотру Заходите еще Всем пока Короче, гитара не для меня Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому